Всем привет, это подкаст UwebDesign. Сегодня 9 февраля, понедельник, и это выпуск номер 24. Сегодня порадуем вас такими темами. Яндекс наконец-то доработал свой транспорт. Поговорим про такое явление, как CMS, попробуем их сравнить, и естественно сравнение будет в пользу WordPress. Погнали! И только сегодняшний выпуск подготовлен при поддержке хостинга SmartApe. Только с 7 по 28 февраля при заказе безлимитного хостинга от SmartApe цена делится пополам. Зарегистрируйтесь по ссылке в описании к видео. В личном кабинете в разделе товары и услуги в подразделе безлимитный хостинг нажмите на кнопку заказать, в поле промокод введите код на описание, который мы тоже там укажем в описании, и цена на первые 6 месяцев будет в 2 раза меньше стандартной. Да ну нахрен, что реально? Прям в 2 раза. В 2 раза, да? То есть не 2 рубля, а рубль. Там супер дешевый хостинг, хороший. Прям всем советуем, обязательно попробуйте. А, ну мы-то тоже пользуемся им, кстати говоря. Ну так мы же не понаслышке, что-то там. Ну давай! У нас все проекты работают на разных сервисах SmartApe, и уже больше двух лет, и не жалуемся вообще. Ребята очень молодцы, у них отличная поддержка. Вот и закончили мы с первой темой. Ладно, переходим. Давай, переходим. Яндекс.Транспорт. В общем, в прошлом году, в 2014, где-то в ноябре, насколько я помню, была тема, что наконец-то сделали вот они свой сервис Яндекс.Транспорта, и тогда работало, самое главное, что не работало в Москве. И поэтому они все еще работали сильно, усиленно работали. А мы-то почему обозреваем, потому что в Челябинске у нас заработало? Ну нет, потому что мы новость увидели, как минимум. Да, и возможно, процентов 50, наверное, кто нас слушает, они вообще не слышали про Яндекс.Транспорт. Бери выше, 98. 98? Нет, и как. Вот, не слышали. А тем не менее, очень полезное и очень удобное приложение. Оно не очень, конечно, к вебу относится, и даже нету веб, как бы вообще... Веб-версии. Есть только в App Store, в Google Play, можно поставить себе на телефон. Что делает приложение? Значит, описываю, прям, прям описываю красиво. Вот стоите вы такие, значит, на остановке, дождь идет, льет. Ваш вот только ушел троллейбус, вы не успели на него. Под зонтиком стоите без. Да, под зонтиком стоите, допустим, а можно и без. И вам надо срочно узнать, будет ли скоро или не будет ваш следующий троллейбус. Трамвай, давай трамвай. Потому что на троллейбусах, в автобусах, наверное, уже мало кто ездит, все маршрутки предпочитают. А вот те линии, где трамваи ходят, там обычно маршруток нет. И поэтому трамваи, они прям критичные, по-моему. Да, а тут, значит, оказывается, у вас хоп, и приложение установлено Яндекс.Транспорт, установлено. И вы берете, открываете, смотрите, нажимаете на свою остановочку, смотрите, через сколько минут приходит ваш трамвай, и спокойненько дождаетесь его полчаса, допустим. Ну, я так понимаю, ты можешь, если он полчаса еще будет идти, зайти куда-то. Я не имею в виду к кому-нибудь погреться, а в какой-нибудь магазин, я не знаю, что-то еще. Ну, короче, проще планировать вот эти свои 30 минут, которые придется здесь все-таки прождать. Ну, может быть так, да, но кроме трамваев, троллейбусов и автобусов, то есть обычного, показывают еще маршрутки, но не показывают, где они находятся, а показывают, какие, во-первых, маршрутки, и их маршрут самое главное. То есть нажимаешь на остановку и смотришь. Ну, это просто, чтобы на дубль ГИС не переключаться, я так понимаю, потому что там тоже это все есть. Здесь еще сказано, вот, по крайней мере, в Челябинске на всех маршрутках написано, что каждый 12 минут ходит, вот так вот, я просто смотрел. Ну, как бы оно так и есть. Ну, мне кажется, некоторые ходят и чаще. Ну, да. Ну, подожди, в дубль ГИС ничего там не идет тебе, тебе не показывают, где трамвай. Ну, так тут-то маршрутки тоже не показывают. Ну, да. Но маршруты в дубль ГИС он просчитывает лучше, даже, говорит, с какие-то пересадки и так далее. То есть здесь нужно умело комбинировать эти два приложения, лавировать между ними, да не вы лавировать. Я вот думал, москвичам метро, допустим, метро есть приложение, но вот где оно идет конкретно, я хочу знать. Ну, идет только в рубке, которую управляет метро. А есть такая рубка, там же еще все светофоры переключаются. А может быть, ты знаешь, в террористических этих анти... Ну, нельзя такое делать. В комитетах? Да. А, в целях анти-террористических... Да. Не знаю, мне кажется, вот те люди, которые что-то хотят, они могут все. Но вот есть Яндекс.Метро, между прочим. Но есть, то есть схема. Схема, да. И, кстати, там кроме Москвы есть какие-нибудь какие-нибудь города? А да, есть Москва, Санкт-Петербург, Киев, Харьков, Минск. Наверное, уже... Хотя Яндекс-то он... Да, Яндекс он такой. На весь мир. Да. Нейтральный. Да. Ну, попробовали пользоваться. То есть реально смотрели из окна, когда придет троллейбус. Он реально приходит. Справедливости ради скажу, что у меня под окнами ходит 14-й троллейбус, на нем глонасса нет, видимо. Он единственный маршрут, ну, из тех, которые я вот могу проверить, он не мониторится. А он нужен между тем. Ну, они пишут о том, что они огромный труд там сделали, что надо договориться с разными компаниями, кто владеет. То есть там житуха. Ну, я сомневаюсь, что здесь, как у маршруток, каждый маршрут отдельный чувак обслуживает. Это вряд ли. Но, видимо, Челяб-Гор-Транс это тоже такая-то... Та еще штучка, на Кривой Казе не подъедет. Да-да-да, я тоже хотел сказать. Действительно, на Кривой Казе-то... Ну, вот, собственно, очень удобная штука. Я не знаю, что тут я еще что-то там вымучивал из статей, но, по-моему, все, в принципе, предельно понятно. Нет, мы просто с тобой пользовались. И, на самом деле, что еще-то говорить? Оно работает, можно как-то планировать. Я не знаю, утром, если вы на общественном транспорте ездите, насколько это актуально? Пишите в комментариях, на каком транспорте вы ездите. Если вдруг вам электрички актуальны, у Яндекса тоже есть приложение. Не то, чтобы мы это все рекламируем. Маки машин пишите, на каких ездить. Но электрички тоже есть, там все маршруты, показано, когда что. Причем, я когда смотрел это приложение сейчас, я для себя обнаружил случайно, что электрички днем почти не ходят. Они ходят утром и вечером. Да и правильно. Ну, да. Особенно с ученым на то, что их отменили недавно. Кого? Ты не знаешь эту новость? А, ну да, 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 да. Путичка сказала, что немедленно нужно решить и вернуть все электрички. Дворкович говорит, ну я в течение суток узнаю. Нет, говорит, немедленно. Так он потому, что сам ему не на чем доехать. Он просто весел как-то это все. Ну нахрен. Я че это, как я сейчас, немедленно. Хотя бы мне мою электричку подайте. Лично. Пришлось трассу провожить до Кремля. Ты имеешь в виду Кремль до куда? До Васильевского сразу, до Питера. До дома. Да. Переходим к следующей теме. К более серьезному. Сейчас прям сильно пойдет. Мозги надо будет напрягать. Веб-сайт называется How to make a website. Окей. Чтобы ты понимал. Тема WordPress. Висит джумла, висит друпал. Друпал. То есть громкая тема. Open source. Да. Суть в том, что, ну я так понимаю, они продвигаются. У них этот пост, он для того, чтобы к ним на сайт перешли. У них здесь какой-нибудь саппорт, посмотрели там и так далее. Но информация довольно-таки интересная. То есть я вот хотел бы сразу сделать заявление. Громкое. Ну не такое громкое, как Тим Кук сделал заявление до этого. Ну и что-то подобное. Вот CMS, не надо их путать с фреймворками. Все часто сравнивать. Вот давайте сравним CMS с фреймворком, да, там WordPress, я не знаю, с рельсами. Это некорректное сравнение, потому что для любого фреймворка существует CMS. CMS, как вы могли догадаться, это CMS, это комплекс утилит или одна большая система, которая позволяет управляться с контентом. То есть как-то его постить, хранить, упорядочивать там по каким-то таксономиям. Систему управления пользователя, она тоже встроена CMS, то есть вы можете этих пользователей создавать, как-то перенаправлять туда-сюда, раздавать права и так далее. То есть для EE, допустим, есть CMS, для рельсов тоже есть CMS, мы чуть позже посмотрим. Поэтому не стоит говорить о том, что WordPress это только CMS и так далее. В основе нее лежит довольно-таки сильный фреймворк, с его помощью можно очень много всего сделать. То есть, ну, обычно хейтеры WordPress, им не вдомек вообще про такую систему, как хуки WordPress, например. О том, что у WordPress есть там большой Users API, там Customizer API, который никакого отношения не имеет к управлению контентом. Он имеет отношение к движку темплейтов, то есть как это все будет выглядеть на странице. И к работе с пользователями. Это, ну, как бы это не неприсредственно область влияния CMS. Это уже какие-то около CMS-ные темы, и это все есть в WordPress. Поэтому в основе его лежит такой полноценный WordPress-фреймворк, а сама контент-менеджмент-систем, ну, из нее это все родилось, конечно. Но, тем не менее. Я просто... Это дисклеймер был, это еще не обсуждение. Так, получается, CMS может быть вообще не относиться к сайту. Просто вот та система, которая помогает управлять контентом. Ну, допустим. Ну, вот какая-нибудь, я не знаю, какая-нибудь техническая, не знаю, механическая какая-нибудь система, которая... Ну, видишь, контент-менеджмент... Контент, он же только на сайтах, где еще контент представлять? Технически, допустим, отмест-предприятие... ...это тоже, да, CMS-карод, даже система управления контентом на складах и так далее. В библиотеке... Ну, да-да. Ну, то есть это веб-CMS, наверное, вот, если характеризовать. CMS вокруг какого-то веб-фреймворка. То есть я сомневаюсь, что, например, там, Друпау или Джумла, они так коряво разработаны, что там вот CMS, и ничего больше нельзя сделать. Оно на каком-то Code Foundation стоит, и это тоже вполне себе фреймворк. Если у них там нормально класс сделан, и вообще, если они не на PHP 2.0 были написаны изначально. Я надеюсь, что там все хорошо, особенно в Джумле. Давай посмотрим. Вообще здесь вот он, она, не знаю, кто писал статью, пишет, что обычно вот такие open-source CMS, он-то их разделяет. То есть он считает, это отдельный такой подраздел сайтов, но я считаю, это подмена понятий. Ну, так вот, они дешевле, потому что в основном они бесплатные, нужно платить там за хостинг, за какой-то менеджмент, ну и так далее. То есть можно что-то вполне себе удобоваримое сделать, там, 30 минут. То есть если, давай технически возьмем, помнишь, был момент, когда у телок, у кучи знаменитых угнали фоточки? Ну. Фаппанинг, да, это называется? Ну. И были сайты, я не помню, на доменах .sexy практически, да, фаппанинг, sexy. Они быстро поднимались, ты имеешь в виду? Да, и это вордпрессовские сайты на теме 2014 были. Помню, помню. И, знаешь, как-то им ничего не помешало заработать дикие деньги на рекламе, но так, что они там не успевали проплачивать новый хостинг, Cloudflare и так далее. То есть чтобы как-то их не дедосили, а это даже и не дедос, это люди реально заходили. То есть если у тебя есть контент вот такого плана, то вот они за 30 минут могли это все сделать и начать бомбить, а не зная на то, что они просто там с Reddit это все брали, там складывали в одно место и так далее. Но чуваки неплохо поднялись. А если ты просто опальный журналист какой-нибудь, тебе быстро надо развернуть новый сайт? У тебя один государство уже забанило, а ты новый себе сделал? Ты сначала договариваешься с французским агентством, который тебе дает бабки, потом в Риге открываешь свою редакцию и потом оттуда срешь в головы целой стране, даже нескольким странам. Ну слушай, а вот почему мне, ты говоришь, не отличается платное и бесплатное, а как это? Вот есть платное, допустим, Bittrex, а есть бесплатный, допустим, WordPress, как не отличается? Я когда это говорю... Ну ты вот только что говоришь, ты говоришь, что он разделяет, автор статьи разделяет типа бесплатное и платное или как там? Нет, он разделяет CMS от всех остальных типов сайтов. То есть это бред на самом деле, даже в рамках веб-приложения ты можешь сделать CMS, которая тебе будет как-то то, что тебе веб-приложение положило, упорядочивать, и у тебя на бэкэнде будет CMS, чтобы это все просматривать и смотреть, что у тебя пользователи сделали, это же как ты сделаешь. То есть CMS это не какой-то вид софтвера, ну то есть это вид софтвера, но это паттерн, то есть это... нет, не паттерн, короче говоря, это маленький кусочек программы, которая тебе помогает упорядочивать твой контент. А как ты этот контент собрал, получил, это уже, ну, уже дело десятое, короче говоря, да. Поэтому это фастер работает, если вы опальный журналист или у вас фотки кучи голых баб. Ну, для чего-то базового, да, для чего-то посложнее, конечно, вот, как я уже говорил, мой любимый Хукс, WordPress, чтобы с ними работать, надо, конечно, чуть знать. Если после вот этого, после вот этой инфографики, он там еще целый пост написал, сейчас я увеличу ее, чтобы как-то можно было воспринимать информацию. Саму инфографику давай. Three Monsters of CMS. Три монстра, это вообще сильно звучит. WordPress, Joomla, Drupal. 2003, 2005, 2001 год, соответственно. Но как-то Drupal, видимо, зря время терял, потому что у них все равно, они проигрывают сильно по популярности. Цифры могут быть сейчас неактуальными, ну то есть, скорее всего, они неактуальны, потому что это сейчас достаточно... Достаточно WordPress очень динамично развивается. Ну, может быть, допустим, в процентном соотношении примерно так и есть, допустим. То есть, если сейчас у Drupal больше, чем 15 миллионов, то... Ну, есть шанс, что WordPress более темпами растет просто, чем Joomla и Drupal. Ну да, в принципе. Но в целом, возможно, да. В абсолютных числах, конечно, уже там не 140 миллионов, а, например, 200. Я понятия не имею, как они это учитывают вообще. А, ну Downloads, понял? Это Source скачивается. Сколько скачивали, ага. Ну, знаешь, с учетом того, что сейчас половина систем уже managed, например, VP Engine, да, хостинг. Угу. Там уже тебе из какого-нибудь докер-контейнера это все разворачивает. Угу. И там она заново уже не очень скачивается. Я не знаю, как они это считать будут. То есть, возможно, эти цифры и не, ну, как бы... Ну, кстати, да. Не будут сильно достоверными, но это... Суть все равно ясна. Здесь же никто не пытается как-то... В 10 раз больше, чем Drupal скачивает WordPress. Да, и в 5 раз больше, чем Joomla. Все они бесплатные. Top sites using the platform. Ну, я думаю, что на WordPress сейчас и, по-моему, The Guardian работает. Да, скорее всего. Huffington Post, мне кажется. Ну, то есть опальные журналисты. Ну, не, обычные журналисты, да. Вот здесь еще CNN, Sony, Forbes. Короче говоря, очень много сайтов, ориентированных на контент, именно журналистических, работает на WordPress. Инфа 100%. Угу. На Drupal вон Linux работает. Warner Brothers White House. Подожди. Linux, в смысле, сайт Linux, да? Ну, не сам Linux, нет. Конечно же, сайт Linux, да. Может быть, какой-то их комьюнити. Я от себя добавлю еще, что dev.twitter.com, если ты знаешь, это сайт практически... Ну, это типа их вики. Ну, она очень похожа на вики, но это Drupal. Drupal, в принципе, мне напоминает медиа-вики-движок. Там, где API они все свои списали? Да, 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 вот это Drupal. Я не знаю, даже я бы не стал восхищаться, что там что-то гениальное. Ну, нет, в смысле, это даже и неплохо, потому что, ну, если везде настроить кэширование, и все, в принципе, работает достаточно быстро. У тебя за секунду открывается сайт, нам, или за 800 миллисекунд, и все хорошо. Что еще надо, непонятно. Но есть люди, которые принципиально предпочитают срачи. Поэтому dev.twitter.com, это обычная комьюнити, это не high-load веб-приложение какое-то. Ну, вот, да. Гарвард, университет, это хилл на джимле. Ну, слушай, по трафику-то на Forbes, наверное, больше заходит, чем на Гарвард. Я, как бы, это нам ничего не говорит, конечно. Да любой сайт можно оптимизировать под трафик. Опять же, вернемся к фаппенингу. Я думаю, там больше, чем на Forbes был трафик в ноябре-декабре. Ну, такой же, почти. Ну, да, да. Да, потому что этот человек, который его сделал, он попал на Forbes потом. Просто мало кто знает, но на Forbes списки не только богатых. Но и знаменитых. Да просто, там много списков. Лучшие там прорывы, там, в этого года. Десять лучших. Лучший хостинг есть? Ну, нет пока. Ладно. Но мы-то знаем, какой бы туда попал, если бы мы были в жюри. Бесплатные темы. 2000 для WordPress, 1800 для Drupal, 900 для Drupal. Я хотя бы, да. Как-то странно. Я думал, для Drupal больше, чем для Drupal. Мне тоже кажется. Но, опять же, я уверен, что для WordPress их уже больше бесплатных. И еще больше платных. То есть, вокруг WordPress невероятная комьюнити. Вот это ThemeForest, да? Envato Markets. Ну, там, справедливости радио, для джумлы там тоже есть тема. А у меня сейчас вот вопрос к подписчикам. Кто вот джумлой пользуется? Можно там, интересно, из админки прям развернуть бесплатную тему? Вот WordPress можно прямо из админки нажать. Да, конечно, можно. Ты что? В джумле можно? Там тоже какой-нибудь... Ну, ладно, я поторопился. Я настолько с джумлой контактировал 2-3 раза. И все разы были, знаешь, нас заставили что-то поправить за не очень большие деньги. И за угрозу этого. Жизни. Своего. Да. Поэтому я не разбирался, что там можно, что там нельзя. Но я больше чем уверен, что... Ну, иначе это бред какой-то. Это конверсии уменьшает очень сильно на какие-то топовые темы. Если надо ходить куда-то на Marketplace, скачивать это и там подсовывать, ну, это костыли какие-то. Мне понравилось, что ты контактировала с джумлой. Как тебе контакт? Беспорядочный. Знаешь, я бы это только так описал. И он незащищенный был, если бы. Я все еще лечусь после этого контакта. Security. Собственно, с Drupal мы тоже контактировали. Но это был такой... Это был абсолютно безликий контакт. То есть, ну, было-был. Я даже делал какую-то темку, прочитал Арильевскую книжку. Так. Making Side Drupal. Ну, какую-то такую. Страниц 300 она была. Но у меня сейчас ничего уже в голове не осталось, кроме того, что там есть views. И кроме того, что система templates в WordPress, про которую тоже мало кто знает, что можно сделать template name и шаблоны страниц разные выбирать. Угу. Она намного лучше сделана в WordPress, чем в Drupal. Может быть, я просто не познал дзен. Об этом тоже в книге было написано, Арильев? Нет, это я уже на практике понял. Потому что мы тогда же с Саньком делали эту хрень. Смотрели, пытались там. Ну, мы все зубы себе сломали. Потому что Drupal-овская комьюнити, оно если и есть, то оно либо на Ирк-канале все сидит на френоудовском серваке. С индусами. Да, с индусами. И не очень отвечает на вопросы какие-то. Ну, короче говоря, и на Stack Overflow про Drupal, я думаю, разительно меньше вопросов, чем про WordPress. Что, собственно, косвенно и говорит и о том, что там как бы быдло юзеров меньше. Но это и не спасает его. Потому что в конечном счете только бабки же у нас решают. Так вот, Drupal, я думаю, вообще нихрена не зарабатывает. Он на фондах каких-то живет, и кто туда донатит, я понятия не имею. Ну да, но, конечно, возможно, директора бы сейчас поражали, но... Ну да, мы-то тут так, как там нам в iTunes отзывах писали, экспертики какие-то сидят на диване. Ну да, мы на диване сидим, да, мы экспертики. Ну давай про Free Plugins. Ну, Free Plugins тоже много. Плюс, я думаю, здесь еще... Я не знаю, каких годов инфографика, но я не думаю, что там каких-то бородатых. Но здесь еще не учитываются те плагины, которые на GitHub'е есть. Тут, возможно, только директория WordPress.org. Хотя там и то уже сейчас больше, чем 27 тысяч. Но еще плагины на GitHub'е, которые можно самим хостить. Даже у меня на GitHub'е один плагин лежит. Наша цветовая схема WordPress'овская. Ссылку оставим в описании. Ну вдруг. Почему-то все равно у Drupal'а больше, чем у Joomla. Я все еще не понимаю. Что Joomla такая? По-моему, это же очень популярная CMS'ка. Ну, особенно... Пользователи, напишите нам в комментариях, пожалуйста, про эти цифры. Мы вот... Нас левая колоночка только интересует. И да. One-click installation availability есть. Но я прям помню даже, как она в Drupal'е выглядит. Там 8 каких-то шагов. Ну, нет. Ладно, я не буду сейчас наговаривать. Может быть, уже один. Они примерно одинаковые. Там создаешь базу данных, пишешь юзера. Пишешь юзер, который будет на сайте, мыло, и тебе все отправляют. Пять минут, десять-десять. Ну, мне кажется, время установки WordPress. Ну, вот какая разница? Пять или... Если ты тупой, ты можешь и пятнадцатом просидеть, потому что у тебя... И ты на VPS-ке это делаешь, у тебя какие-нибудь права не розданы на папку. Ты можешь и час просидеть, пока будешь в группу юзеров. Да просто конфиг не поправил и тупишь. Ну, да, да. То есть это много. Ease of moderation. Moderation чего, простите, я вот не понимаю здесь. Может быть, просто модерация из админки, комментарии там, допустим? Ну, да, комментарии понятно. Контенты, я думаю. Просто moderation, контент. Ну, да, в Drupal'е там достаточно сложно все. Если не понять, там ноуды и вьюхи. Так, подожди. Ease of moderation. Это кому плюс-то, кому минус? Три звезды-то кому? Три звезды Drupal'у. Но мне почему-то кажется, что чем меньше, тем легче. Там сложность три тройная, а тут двойная и одинарная. Ну, допустим. В героях пешечка, а там ферзь, и это, значит, сложнее. Так, окей, то есть, значит, там сложно модерировать. Ну, я просто помню, что это сложно. Level of skills needed. Видишь, здесь очевидно, что для WordPress'а skills меньше надо, чтобы начать, и там одна звезда. То есть тоже одна звезда — это лучше. Понял, да. Update frequency. Ну, несмотря на то, что апдейты все примерно одинаковые, я думаю, апдейты, они тоже разные смысл иногда несут. Вот WordPress'ские апдейты достаточно крупные. Мы их здесь каждый раз в подкастах обсуждаем, пишем на нашем блоге, на его дизайне. И, в принципе, там разительные фичи добавляют. Но мы не говорим о security всяких фиксах там, которые 4.1, 1.1, 1.1, 1.3. А именно мажорные, ну, полумажорные. Как это? Я не знаю эту градацию, которая просто точка что-нибудь. TikTok. Ну, 4.1, 4.2, которые вот эти. Подожди, а я знаешь, про что хотел сказать? Про level of skills needed. Вот это примерно как iPhone и Android. В смысле, iOS и Android. Вот WordPress — это как iOS. Ты берешь, и у тебя все понятно. А берешь Joomlau, и там вот как Android. Ну, OpenCart, я помню, мы залазили, там тоже как Android. То есть они все, на самом деле, как Android. То есть, возможно, конечно, тебе все скажут, да ты просто тупой. Но для обычного пользы, для консюмера стопудово нужно очень легко и установку, и менеджмент. Я думаю, именно поэтому у нас цифры вот такие встречают, что 140 миллионов против 15. Я думаю, это, ну, как бы... Ну, и по деньгам, я думаю, там примерно так же. Ну, да. По заработанным, да. Я не спорю. Best used for. WordPress best used for for blogs, corporate websites. Corporate. Еще вебсайты. Small, medium, size, вебсайты. Ты давай по-русски, ребятам. Блоги, корпоративные сайты, мелкий, средний бизнес. Окей. Joomlau лучше подходит для e-commerce, social networking sites. Хотя уже, ну, для WordPress тоже есть плагины, которые это позволяют развернуть. Там еще плюс 5 минут тем 5 минутам, которые уже были. Угу. One size fits all. Про Друпал. Но... Да. Здесь в конце, так, сейчас я масштаб обратно верну. Пишет, что WordPress world is most popular. Я думаю, мы здесь... Мы примерно то же самое сказали, что тут написано. Угу. Поэтому не будем продолжать. Мы только скажем о том, что кроме PHP-шных CMS-ок, так, справедливости ради, есть другие. Например, вот Locomotive CMS. Угу. Локомотив. Угу. Это CMS-ка для рельсов, которая работает еще и на MongoDB. Ну, в качестве базы данных. Очень быстрая и понтовая. Но, причем, мы это говорим, несмотря на то, что они у себя на лендинге. У них есть страница CMS-комперисон. И они себя сравнивают с WordPress-ом, явно надумывая минусы WordPress и, возможно, преувеличивая свои плюсы. То есть... Ну, смотри-ка, не с Joomla и сравнивают, а с WordPress-ом. Это уже о чем-то говорит. Да, да, естественно. Ну, я думаю, никто не будет отрицать, что WordPress это флагман. Мы-то точно не будем. Да, поэтому... Ну, здесь пишут о том, что WordPress... Ну, хотя, давай прям пройдемся. Design Flow. Как дизайнить? Если ты на локалке что-то дизайнишь, то тебе надо это потом куда-то на сервак заливать, как-то все хреново. В локомотиве ты пушишь это в гид-репозиторию, у тебя это синхронизируется с помощью их системы Wagon, которая называется. Так. Ну, в WordPress тоже это можно сделать. Там, по-моему, push WordPress, что-то такое. Мы в паблик выкладывали, подписывайтесь на него, там было такое. Поэтому, ну, да, это сложнее, это неочевидно. Здесь это есть из коробки, в WordPress этого из коробки нет. Custom Content Types. То есть в локомотиве уже с учетом опыта WordPress, я думаю, вот это их типа инфографика, она нам говорит косвенно о том, что они, когда ее делали, они на WordPress тоже оглядывались. То есть здесь можно создавать контентные типы и модель, что хотите, поля, вот это все, можно создавать сразу же отношения между ними, там, таксономии, это все будет. В WordPress из-за того, что она изначально как блоговая платформа развивалась, все это пост. Даже Media Attachments, это посты на самом деле, все это в ВП-пост с таблицей хранится. Как в JavaScript все функция, вот здесь все пост. Ну, это история, да, это так, но опять же, есть плагины. В WordPress для всего есть плагины, причем некоторые написаны лучше, чем сам WordPress. Поэтому это тоже, это достаточно надуманные вещи, если вы только начинаете, возможно, с локомотивом начать будет еще проще. Ну, при условии, что вы рельсы знаете. Если вы Ruby знаете, да. Да, весь стэк разработки. А, ну, в WordPress, после того, как грамотные товарищи вас научат, какими плагинами в каком случае пользоваться, и как им лучше пользоваться, чтобы не попасть в беду, то все точно так же легко. Client Experience. Inline Editing в локомотиве интуитивный, все вроде, типа, так легко. Как у вас дизайнер модель сделает, так у вас и будет. Ну, в WordPress уже многие клиенты знакомы, но, типа, если вы там что-то накрутите сильно кастомное, то хрен у них получится у клиентов. Но это, ксмая, как вы накрутите. Можно накрутить все по-человечески, опять же, все будет хорошо. Development Standards. Это здесь они, опять же, про локали говорят, о том, что у них всего лишь пушишь в репозитории, причем не только git, но и svn поддерживается. А в WordPress надо базу себе тоже синхронизировать. Если вы, типа, хотите реально со своим сайтом работать, если нет, приходится как-то в maintenance режим кидать, что-то там менять. Но уже на том уровне, на каком мы находимся, когда, допустим, WordPress'овские сайты на WPS'ке находятся, никакой сложности не составляет зайти по SSH-туннелю, что-то поменять, что-то посмотреть. Даже если это с git синхронизируется, так же настроить и там допилить напильником. Это как бы сложнее, но это все можно, и если вы уже привыкли работать с каким-то таким инструментом, то... Сильных преимуществ нет. Преимущества только для новых юзеров, а мне кажется, таковых и не существует. Но, может быть, только не в России. Подожди. Во-первых, самое-то главное у Locomotive. Там же Mongo... Ну да, она быстрее. То есть, я думаю, это глупо отрицать. И не только потому, что сама система документоориентирована, и она быстрее, но просто... Хотя там тоже, если ты, эти, не построишь индексы, которые занимают там дохрена место в мегабайтах, то не будет она быстрее, она будет там существенное количество секунд запроса идти. Просто суть в том, что из-за того, что вот эта вся модель, что все у нас посты, VP-постс, и все остальное хранится в VP-постс мета, иногда запрос для того, чтобы просто там вывести какие-нибудь посты, их мета-информацию, их автора и что-то еще, тебе в несколько таблиц надо лезть. А в MongoDB ты можешь любой... То есть, там же как они позиционируются? Как скинулась дизайн? Ты можешь любую схему для себя придумать, что, типа, у тебя в этом объекте хранится сразу и автор и так далее. Он, конечно, синхронизируется, если ты программно это напишешь, но непосредственно на том этапе, когда тебе надо в базе данных запрос запросить, ты можешь один запрос сделать, весь документ получить, его раздербанить, после того, как ты его получил, у тебя уже там отложено, синхронизировалось с коллекцией автора все. Но это в зависимости от того, как ты напишешь, и да, это можно сделать в 100 тысяч миллионов раз быстрее, чем в WordPress, но этого никто и не сделает. Не, ну, ты понимаешь, если ты уже проектируешь Mongo, то есть, если ты уже реально MongoDB пишешь так кастомно, то, возможно, никакая тебе уже локомотив 7 раз... Ты уже не будешь это с рельсами делать, ты напишешь это или там с Node.js любимым. Со страшным с чем-нибудь. Да, или с каким-нибудь уже хорошим языком, типа Java. Ну, ладно, это уже уход в другую степень, поэтому именно на том уровне, на котором используют просто CMS-ки, без каких-то там сильно фреймворковых вещей, я думаю, сравнение, оно не очень корректно, но, тем не менее, да. Здесь еще вот про security скажем, что типа локомотив, он весь на рельсах, на рельсе куча защит, бла-бла-бла. Хотя тоже можно поставить корявый гем, который тебе все сломает нахрен. Но вот они пишут, что в WordPress так много плагинов, и все они такие незащищенные, что практически все, ваш WordPress, это дыра. Да, большинство, статистически, больше. Но надо пользоваться проверенными плагинами. Это как с незнакомцами не разговаривать на улице. То есть, ну... Ну, как на Android устанавливать что-нибудь. Да, как SMS-ки открывать на Android, которые сразу у тебя рутовый доступ получают, и все тебе сразу отдают, если твой телефон. Подожди, вот нам сейчас, если немножко небольшой итог подводить. Вот к нашему обзору о CMS-ках. Действуют ли правила? Нужно выбирать тот инструмент, который вам подходит. Мне кажется, здесь уже не действует это правило. Здесь есть единственный инструмент WordPress в CMS-ках, и все. Больше никакого инструмента. То есть, нет такой задачи использовать именно Drupal. Или есть? Если уже существует какой-то сайт на Drupal, исторически, лет... Сколько он с 2001? Вот, знаешь, с 2005 года. Ну... Вон Белый дом, White House, например. Так. Что ты думаешь о Drupal? Наверное, там столько уже контента, который ты пока переносить будешь куда-то, ты его расплескаешь весь. Пусть уж лучше нахрен на Drupal он работает. Вот, допустим, типа такого. Да они там кормятся просто от White House, и все. А, потому что он в фонд Drupal как раз все перечисляет. И компанию Elections Campaign спонсирует из этого фонда обратно. Там Обама, пойди, просто держит. Я думаю, это до Обама все было. Но неважно. Короче говоря, если вы джумла-ниндзя, пишите в комментариях, если вы джумла-ниндзя, то есть шанс, что вы сделаете что-то быстрее, чем другие люди не ниндзя WordPress сделают. И тогда, наверное, вы ее используете. И кто такие мы или кто-нибудь другой, чтобы вас судить. Ставь лайк, если ты джумла-ниндзя. Судит бог после смерти. Окей. Потому что тем более тех, кто джумлой пользовался. Ну, причем сейчас с тобой на следующей теме не сильно переключимся. У нас продолжение. Мы никогда уже, по-моему, по жизни не переключимся, поэтому инсайдерские новости про WordPress. Не очень инсайдерские, но новости. Угу. В разработке находится плагин WordPress FrontEnd Editor. И причем тема-то насколько старая или новьё прям? Пост от 25 января, первый коммит в плагине появился, я не знаю когда, ты как обычно меня своими WordPress в тупике ставишь. Сейчас мы зайдем на WordPress.org директорию, посмотрим хистерию. Сейчас версион 1.0 бета 1.2. Это как интересно. В смысле, что 1.0 уже есть, но это бета-релиз 1.0. Не знаю как, но вот так. Хорошо, а что плагин делает? Уже даунлод 34 тысячи. Но на самом деле он в ноябре только апдейтнулся. Если мы ChangeLog посмотрим, то его очень давно разрабатывают. То есть вон там 0.1, 0.2, ну это с видос, конечно. Но он только сейчас, когда вот вышло 1.0, то есть в ноябре, обрёл какие-то нормальные очертания. И сейчас покажем вам. Давай. В общем, суть в том, что вам не нужно теперь заходить в админку, чтобы создавать новые посты или редактировать существующие. Достаточно просто делать это. Покажем на примере сайта вебсайня.ру. Я не помню, мы в предыдущем подкасте или в предпредыдущем про него говорили. В предпред, потому что в предыдущем были овечки, так называемые. Ну помнишь, веб-студия, там они на HTML-шаблонах всё делают. Я уже забыл это всё. Ну, бог с ним. Было. Жмём просто добавить. То есть если говорим о добавлении, и нас вот такая страница приветствует, как бы типа сингл-поста. Мы просто берём и пишем тестовый... Так. Одной рукой просто неудобно. Заполняем заголовок, как хотим. Тестовый заголовок. Можем сразу же сменить URL. Вот это, кстати, удобно. Да это вообще супер. Just write. Можем написать какой-нибудь тестовый параграф. Сейчас я отложу микрофон, быстренько что-нибудь напишу. Ну-ка. А ты вот изначально так и видел, что можно только написать, да? Когда мы сейчас будем говорить про блоки, про добавление. Да, когда я этот плагин причём себе поставил, вот когда пост увидел 25 января, в тот же день поставил, и как-то он меня не впечатлил, я не очень разобрался с ним. И сейчас, когда мы готовились, я думаю, блин, это отличный повод посмотреть. И он у меня на сайте даже не деактивирован был. То есть я как чувствовал, что ещё его время придёт. Ну-ка, давай. Так, заполняешь контент, значит, всё. Вот, и при переходе на новую строчку у нас ADD-блок. То есть мы можем добавить любую хрень Image Gallery Audio. То есть вот Image, ну, любую существующую картиночку можем вот эту поставить. Так. И она, опа. И круто. После неё мы жмём. Так. Из-за того, что она флотнутая, у нас здесь уже первые неполадочки пошли. Ну, Beta 1.2. Да, Beta 1.2. Аудио можно из библиотеки, то есть загрузить, вставить сайты. Давай SoundCloud попробуем, посмотрим, насколько он. Причём мы до этого не тестировали это. Да, это мы в прямом эфире пробуем за какой-нибудь... Харатэк Кид, Фит, Армани, Рейн. Хорошо. Так, вставить сайты. Я вот здесь делаю. Он нам должен предпросмотр показать, да, предпросмотр действительно показать. Здесь нет кастомайзера, то есть SoundCloud на самом деле можно несколькими способами встраивать. Там большой, 300, 150 в высоту и так далее. Давай посмотрим, как. Он, понимаешь, iFrame на предпросмотре не показывает. Бета, потому что. Но он там есть, потому что когда мы потом нажмём опубликовать, просмотреть, мы его увидим. ADD-блог, ну, аудиоплейлист, дефолт на WordPress-ские плейлисты. Видео мы с YouTube-а пробовали вставлять, оно тоже появляется, но его здесь почему-то не видно. Read More можем сделать. A Page Break, простите, это... Если ты помнишь, есть такая хипстерская фича на WordPress-е. Сделать посты в несколько страниц. Так. Ты, возможно, не знаешь, а она есть. Ты, типа, пишешь какой-то контент, и делаешь Page Break, и у тебя в конце поста pages 1, 2, 3. И у тебя будет, ну, твой, там, в описании точка root, тест, slash 1, slash 2, slash 3. Погенация? Можно погенацию внутри поста сделать. И это очень давно уже есть в WordPress, я не знаю, как ты не знал. Ну, блин, ну, это просто... Здесь можно выбрать рубрики, в которые поместить, вот, по умолчанию, житуха. Я так понимаю, если бы у меня были какие-то метки, у меня нет меток... Теги, да? Да, теги. То они бы здесь тоже были, а, возможно, не были, бета 1, 2. Тебе только черная метка есть. Нет, нет, нет. Здесь черновик открыто. От какого автора запостить? Ну? Открыто прилеплено. Ну-ка, давай прилепим. Как прилепим. Хе-хе-хе-хе. Опубликовать. Здесь слева нам вот так Аяксово постпаблишт показывается. Кстати, мне один раз показывал, запись вот обновлена. Половина по-русски, половина не по-русски. Так. Давай перейдем на главную. Тестовый заголовок закреплено. Тестовый прогресс, для того, чтобы проверить плагин FrontEnd. Здесь у нас More. Давай читаем далее. И у нас после More SoundCloud. То есть, как я и говорил, он появляется просто на предпросмотре, по какой-то причине нет, и картиночка. Ну, то есть, ты сразу изначально можешь смотреть, как у тебя это будет выглядеть. Да, да. Минус единственный. Нельзя вот этот Featured Image поменять. Ну, это у меня он здесь, у кого-то он не здесь. Featured Image поменять нельзя. Это беда. Но, есть как бы... Кстати, когда я здесь жму редактировать, прямо в этом, он мне именно это редактирование и открывает. Вау. То есть, он меня в админку по умолчанию не кидает. Здесь редактировать тоже, по умолчанию обычное редактирование скажет. И Edit in Admin можно перейти. Поэтому, в принципе, я теперь так и буду посты писать. Я буду писать... А, сначала заходить в админку, добавлять миниатюрку. Допустим, я не знаю, там, вот эту. Угу. После этого, ну, делать, типа, сохранять. И после этого просматривать вот так уже с этой миниатюркой и писать пост с миниатюркой. То есть, начну там... Бла... Бла-бла-бла хочу написать. Я сейчас тебе еще каверный вопрос буду задавать. Ты готов? Сейчас я обновлю. Потом посмотрю, что все обновилось. Запись одновремена по-русски должна быть. Я прям... Вот, видишь, запись одновремена по-русски. Сейчас я перейду на главную. Посмотрю, все ли сохранилось. Бла-бла-бла до Мора. Здесь тоже все есть. Фичард имидж показан. Короче говоря, плагин работает, я так понимаю, на 90%. Я не знаю, что они еще добавят, кроме вот фичард имиджа какого-нибудь. Ну, вот, вот, вот. У меня там еще один был тест. Подожди. Подожди. Ну, говори. По-моему, была такая тема. Ты ставил себе или плагин, или что это было. Ты в одном, в одной части окна пишешь пост. Я уже понимаю. В админке, да. А справа показывается, как у тебя будет выглядеть на реальном сайте. Я не помню. Я не помню, как он называется. Это был какой-то плагин. Ну, то есть был уже подобный. Был, 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 был. И, может быть, он меня диактив... Ну, нет, это исключено. Он не дожил уже до этих дней. Ну, в общем, он не такой удобный. Да, он нормальный. Только это надо на здоровом мониторе делать. То есть, ну, у меня, конечно же, темки адаптивные. Там мне не то, что все в кучу сбивалось. У меня нормально показывалось, будто я на айпаде это пишу. Но как же он назывался-то? Он вот пока удобнее, если ты на большом мониторе. У тебя там и все, все, что встраивается. А я не уверен. Не уверен? Я не пробовал. Я его так не тестировал, как мы здесь. Хвост и в грил. Давай мы дадим обещание в следующем подкасте тот плагин. Посмотри, потому что я сейчас даже примерное название... Ну, давай, давай. Я буду гуглить WordPress-плагин with Girlfriend. Вот так вот, просто чтобы что-то найти. И еще одна новость. WordPress.com adds Google Analytics for business customers only. Так. Это супербомба. А давай ты расскажи. Давай я расскажу. На WordPress.com, то есть не на WordPress.org, а на вот этой социальной сети, так скажем, из блогов, добавили суперфичу, чтобы можно было смотреть Google Аналитику, но только у бизнес-аккаунтов. Сколько стоит бизнес-аккаунт? Бизнес-аккаунт стоит 300 долларов, 279 баксов. Сейчас по нынешнему курсу не будем говорить, сколько это денег. В год, не разово. А, в год. Да. Разово это смешно. Один раз зашел, 300 баксов отдал, и аналитика у тебя подскочила сразу. Подожди. Во-первых, это говорит о том, что популярность блогов на WordPress.com поднялась, потому что им понадобилась Google Аналитика. Ну, рентабельно стало просто ее накрутить. Ее же как-то надо там... Хотя, на самом деле, это не очень сложно. Ты... Ну, ладно. Мы далеки, но ты просто по их гугловской one-click от идентификации ловишь чувака, даешь доступ к этому-этому, и показываешь его. Я думаю, это маркетинговый ход в основном. То есть у них же там есть их стройная аналитика. Да, которая джетпаковская. Да, да, которую можно на WordPress.org сайты тоже подключить, если джетпак использовать. Но вот тем, кому ее мало, я думаю, не тех, которые хотят на бизнес-тир переключить. А мне интересно, вот у всяких других социальных блоговых сетей, типа LiveJournal, есть такие услуги? Я не могу тебе сказать. Я знаю точно, что на блогере, если он еще существует гугловском, то что должно быть, потому что он гугловский. Ну да, да. На Tumblr, по-моему, нет. Ну да, да там вообще картиночки, они с гибками. Ну и тем не менее, я вот... Да, я понимаю, что это как бы шаг, что даже у них это есть. Но, кстати, справедливости ради скажем, что есть метод это обойти. То есть на WordPress.com можно не только использовать под домен, типа website.wordpress.com, а подключить свой домен, предварительно купив, я не знаю, у GoDaddy или у SmartApe. И через CloudFlare его прокинуть, и к нему прикрутить Google Аналитику, потому что через CloudFlare все равно все будет идти, но там аналитика будет с него считываться. Короче говоря, ну это справедливо. Хак. Да, это типа хак. И он даже не для бизнес можно этих. Потому что я думаю, сейчас чуваки, которых не бизнес-тир, а какой там предыдущий тир. Давай зайдем, интересно. Ну там, наверное, Professional какой-нибудь сейчас будет. Премиум. Вот чуваки, которые сотку в год платят, они обижены, мне кажется, таким решением. Я хочу бы смотреть на этих людей. Которые платят сотку, а не 300? Да. Не хотят при этом Google Аналитику, или которые обижаются на это. Просто на этих людей, которые сотку платят. Ну, я думаю... А в чем, какая там фича? Own Domain Name? Powerful Customization какой-то еще можно будет? Офигеть. Lots of Space for Audio and Video. Можно хостить. Media Hosting некий. Я не знаю, сколько там у них... Lots of Space, это сколько? 100 гигов? Много. И насколько трафик у них ограничен или неограничен? Возможно, нам дешевле там будут подкасты хостить. Давай, попробуем. Кстати, о подкастах. Ты имеешь в виду нашу последнюю тему. Да, она целая темища. Во-первых, то, что мы хостим на Амазоне, и нам много денег надо платить. Поэтому скидывайте нам деньги. Но нет, вообще не об этом. О том, что у нас уже на социальной сети ВКонтакте, где мы выкладываем отличные новости про веб-дизайн. У нас там уже 15 тысяч с носом, да, человек? 15 и 7 почти что. С большим носом. С большим носом, да. Человек. И мы хотим, чтобы было больше. Поэтому все, кто не подписан до сих пор, подписывайтесь на ВКонтакте на нас. Потом Twitter. Twitter почти 400. Уже дожали. И там намного, я вам скажу, интереснее, чем на ВКонтакте. Там нет ничего лишнего. Никакого офф-топика. Там только quick updates от нас. То есть, что происходит? Если у нас что-нибудь сайт упал, мы туда это пишем. Самое главное, там даже если есть офф-топик, он достаточно горяченький, так скажем. То есть, шутки там достаточно новые. Ну, короче, я там круто. У нас на Twitter круто. Если вы пользуетесь Twitter, я не вижу причины на нас не подписаться. Мы посетим 1-2 твитта в день. Это не обременит вашу ленту. У нас не тупой перепост. Да. YouTube. Если, ну, вы слушаете нас, допустим, в iTunes, то на YouTube мы тоже есть и там видео. Потому что на iTunes мы все-таки кое-где в аудио, кое-где в видео. Но подкасты там в аудио. Это бессмысленно их туда в видео выкладывать. Потому что на YouTube 60 FPS качестве, потому что у нас денег нет. И Amazon, потому что да. Facebook. Мы вот только еще растем на Facebook. И нас там человек 70. 70, да. Да. И мы там тоже выкладываем самое свежее. Поэтому можете, как и на Google+, можете подписаться. Самое интересненькое за день. Я там пощу тоже на Google+, как с Айон на Facebook примерно так же. Вот. Ну и Instagram. Кто нас слушает в iTunes, вы описание к видео читаете на YouTube. Оно намного полнее, чем iTunes описание. Потому что iTunes описание, оно из блога нашего берется. Куда мы пишем вообще немного другую информацию. Поэтому читать лучше и то, и то. Да, и Instagram фоточки по Steam иногда. Вообще редко. Не как некоторые по пять за раз. Ну, мы не телки, поэтому не по пять за раз. Может быть, кто-то сейчас и не будет подписываться из-за того, что мы не телки. Ну. А кто-то, ну, думаешь, обманулся. У нас открытый аккаунт. Поэтому, в принципе, это такой корпоративный Instagram. Он никакого отношения к нашим личным жизням не имеет. Ты имеешь в виду вот эти булки? Да, ну, ну. Хорошо, к моей личной жизни иногда имеет отношение. Но это так. Это выброс был небольшой. Ладно, не повторится. Ну, если повторится, ставьте лайки на Instagram. Показывайте, что вам больше нравится. Булки или не булки. Если вы про те самые булки подумали, то заходите обязательно. Там интересно. Мне кажется, иногда, что мы поставим кто-нибудь на телефон репост app for Instagram. И начнем телок просто репост. И Кадырова. Ну, и Кадырова, естественно. И Медведева. Спасибо, что послушали. Спасибо, что дослушали. Послушайте. Кто не сначала, с мое послушайте начало. Там хорошо. И скоро будет SVG. Я сейчас всем подогрею. SVG будет через полторы недели. Это скоро. В этот четверг будет про веб-типографику обзор. А через полторы недели в SVG он уже прям... Проект уже готов только записать. Осталось будет. В этот раз обещаю. SVG Animation. Несколько кусочков. Смил. Вот этот протокол, который в SVG. именно анимировать. CSS анимации для SVG. И JavaScript анимации с помощью библиотек SnapSVG и Velocity. Начать и кончить. Да, осталось только... Да. Ну, все. Это такая небольшая рекламка была. Просто, чтобы временем добить. Хотя я понятия не имею, сколько у нас уже происходит. Там эта запись. 50 минут, как мы любим. Поэтому всем удачного дня. Пока. Пока. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Доброго времени суток. SmartApe. Мы вас приветствуем нашими громкими темами. А перед темами? Нет, это после тем. В личном кабинете, в разделе товары и услуги, в разделе безлимитный хостинг, нажми на кнопку заказать. В поле... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова